Жизнь Ирины Кузнецовой перевернулась в декабре. 7-го числа ее сыну поставили страшный диагноз – нейробластома. По-простому рак, причем в четвертой и заключительной стадии. Все случилось неожиданно. Трехлетний сын Алеши начал жаловаться на боли в ноге, а уже через несколько дней не смог ходить. Даже сидеть ему пришлось научиться заново. Химиотерапия без результата в гистологии, потому что опухоль очень быстро росла. За 7 дней она выросла на 7 сантиметров, получается, по сантиметру в день. Метастазы были в костном мозге, в костях таза, в костях черепа, твердой оболочке головного мозга. Большое количество лимфоузлов, я уже даже не скажу, сколько в брюшной полости. Пройти пришлось через многое. Два месяца Алеша наблюдался в рязанских больницах. Затем еще 7 месяцев в Москве, в клинике имени Дмитрия Рогачева. Все это время он провел с мамой. Старшую сестру отправили в гости к бабушке. А папа стал единственным кормильцем семьи. Шесть блоков химиотерапии. Воскодозная химиотерапия, пересадка костного мозга, операция. Был удаленный почечник. Очень много лимфоузлов с левой стороны. Часть диафрагмы. Два лимфоузла из почки. Чуть не потеряли мы почку, но хирургам удалось ее спасти. Врачи категоричны. С диагнозом нейробластома выживает лишь 30% детей. Чтобы спасти мальчика, нужно провести иммунотерапию, которая научит организм воспринимать метастазы, как обычный вирус, и бороться с ними собственными силами. Лекарство не зарегистрировано. Его можно только купить за границей, везти сюда. И нам готовы провести иммунотерапию в центре Дмитрия Рогачева, если будет у нас вот этот вот препарат. Нужно нам 20 ампул на курс. Дистрибьюторы посчитали нам. Это 15 миллионов 80 тысяч. Стоит отметить, что опухоль очень агрессивно, образуется без предупреждения. А выявить ее удается лишь на поздней стадии. Ирина обратилась в благотворительные фонды. Однако сбор такой суммы многих пугает. Говорят, что если и возьмутся за дело, то только частично. Поэтому семья обращается к рязанцам. Вы можете помочь, перечислив средства на карту, номер которой видите на экране, а также задать все интересующие вас вопросы самой Ирине по телефону. Сейчас семья ждет заключительного решения консилиума врачей, а также разрешения на ввоз лекарства в страну. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».